привет привет вот такая у нас сегодня погодка во франции 13 уже 12 градусов 12 градусов холодно так где море что ли рядом или речка один человек появился привет привет как трансляции подвисает не подвисает а мы вчера здесь ехали кстати тоже тут трансляцию вела звук есть тормозит звук есть тормозит не тормозит понятно лёша сильнее тормозит и вконтакте что мы пищим я понимаю лёш всех забанишь ты трансляция также транслируется как вконтакте или уже что-то всего три человека когда мы идем как вконтакте вконтакте все-таки контакт лучше нам передает я говорю youtube более капризный к качеству интернета ну трафику контакт более такой лояльный дмитрий понятно уже давно симка в рот и лёша уже со вчерашнего дня в роутере еще автохо автофокус чудо включается не на то что надо здесь опять почему-то камера вон не так что у нас время прыгает баланс белого куда-то сбился это все синие стало слушай но я не могу настройки поменять уже все уже идет как бы трансляции камера как-то в каком-то ракурсе стоит ой опять смс пришла что не забываем что мы стоим 9 часов работаем 15 часов тратите 9 15 за неделю как бы стоим не по 11 часов а а по 9 вернее не надо девятки стоим вот все десятки вырабатываем иначе переведем вас на оплату с километров ну я вчера стояла 13 часов потому что даже больше я сначала магазин сходила а потом переехала уже к месту где гружусь естественно я там дольше стояла потому что так загрузка была на утро красиво о посмотрите слева там такие дали такие а там море за горами супер дала чтоб ничего не отвалилась опять ну что ты фокусируешься на капельках а зараза ты такая и палы нет не хочет фокусироваться что ж ты что какая-то дорога тут кривая с уклоном вправо а если бы тут был сейчас гололед я бы вправо снесло капельки красивая хорош моей камере тоже видимо нравятся капельки вы видите какие горы а меня несет сто километров в час я уже несусь так а мы мы владимир не зовут я про эту стоянку вчера говорила что классно стоишь прям над обрывом а внизу там с этим дома есть но обрыв очень большой высокий пишите крупными буквами пожалуйста владимир я прочитала я не знаю когда я домой в питер я еще только месяц отработала у нас два месяца надо минимум а лучше больше привет хорошо ю-ху с горки несемся мамочки мамочки не держит вообще до последнее время на ю тубе очень долго народ подтягивается да спасибо за пожелание удачи да я и так осторожно вот 90 стараюсь держать но она разгоняется постоянно ой уж закладывает все гору пошли да очень многие люди жалуются что вроде бы подписались ну чтобы оповещалась о новых видео там о трансляциях и пропускают мои трансляции постоянно все я еду 50 как я вчера обратно хорошо неслась я же в ту же сторону ехала выгрузилась и сейчас на эту загрузку я ехала по этой дороге налегке я во все и 90 ехала но я думала что меня конечно вчера еще загрузить загрузит поэтому я спешила я конечно обгоняла там и все эти дома на колесах они тоже тащатся вещи вас и поняли приходит и горят хочу здесь происходит вообще что это такое а ты кто и и начинается мир начинают они меня бесить все что-то опять падала трансляция да тут нет не 3g аж плюс вообще постоянно какой тут трижи а и 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 dwt опять я это место перепутала думала что для тех кто медленно подозрев в гору вот эта полоса справа она так же отмечена всегда, а нет, это съезд направо, да, спасибо за удачную дорогу, все, все, съехали, нет, не съехали, вот видите, какая разгонка, вот фура выходит, по разгонке разгоняется, разгоняется, легковушки, они вообще просто рядом с тобой едут, сначала ниже скорость у них, чем у тебя, потом они разгоняются справа, вот им тут хватает вообще там до 100 км в час разогнаться, и все, они спокойненько, между нами, между фурами всегда расстояние очень большое, никто тебе вот прямо, ну вот сейчас вот он обгоняет, поэтому как бы прижался, а так всегда все держат дистанцию большую, поэтому легковушка разогналась, между фурами зашла, все, в левый ряд перестроилась, уехала, ты даже ни разу не притормозишь, настолько продуманные вот эти развязки, конечно, мне очень нравятся, у нас всегда разгонка очень короткая, что на КАДе вот у нас, что на МКАДе в Москве, там легковушкам приходится тебе прям под колеса все время выезжать, потому что, ну, ей некогда, она не умеет, не успевает тоже разогнаться, вот это красота! Видите, я повещаю, что на КАДе в Москве, оповещение всякие заранее, заранее конусы, вот, до места, где начинается сужение дороги, очень задолго всегда стоят конусы, вот, пожалуйста, оповещение всякое, что правый ряд закрыт, а, там сейчас, по-моему, тоннель будет. Да, я сейчас, наверное, пропаду опять, потому что буду въезжать, но он коротенький. О, 50 вообще ограничений, ничего себе. И смотрите, все легковушки сядут. Тут все эти добропорядочные граждане. Да не, они не из Дуны, они реально соблюдают правила. А то я не знаю, что двигатели на спусках, у меня в крайнем положении ретардер включен, и даже он не держит. Все равно тормозить еще тормозами приходится. Ты что, как тут без двигателя? Ты что, я тут уже давно без тормозов осталась. А-а-а, опять сотка уже. Вообще моментально разгоняется. Ну, конечно, 25 тонн, а так общие почти 40, 38 где-то. Скалы. Дома старые, вот эти все построенные во Франции из-за известняка. И они почему такие вот все серые? Там, когда я была, Орлеанский собор, кафедральный. Там он, видимо, был разрушен во время войны очень сильно. И прямо видно, что новые части, которые отреставрированы, построены заново. Там очень много, видимо, было построено заново. Ну, я еще не читала историю, но я просто как своим взглядом вижу, что из известняка, из нового построены стены, храмы на самом деле изначально, эти все вот готические, они были белые. Они были такие красивые, он такой прямо весь белый-белый, ажурный. А тот известняк, который старый, вот он уже плесенью какой-то там покрывается. И поэтому эти все готические храмы старые, они такие серые, какие-то черные, грязные. Ой, а сзади вид еще круче. В зеркале у меня вид офигенный, там сзади тучи остались, горы, тучи. Офигенно. Ну что там, интернет есть? Что такое, тетя Соня? Не включено, конечно. Ну слава богу, слава богу, очень красиво, классно, что это все в прямом эфире идет. Так всегда просто вот едешь, хочется поделиться этими вот впечатлениями. Ну, это все получается, я на камеру там рассказываю, и у меня уже просто начинается шизофрения. Я разговариваю сама с собой. А так хотя бы я реально с людьми общаюсь и могу поделиться тем, что я вижу. И вы это все видите, эту красоту. Ну, вот здесь уже осень такой, лес осенний, много желтой, оранжевой листвы. Красиво. Ну все. Усю, усю. Вот сейчас появляется полоса для таких, как я, медленных. Я через 16 километров съезжаю на заправку. А, я вчера здесь ехала налегке. Здесь и на спуск ограничение 50 километров в час. Вот. Потому что очень сильные, крутые такие повороты. И чтобы фуры не разгонялись, ограничение 50. Такие леса классные вообще. Что вы там с собой общаетесь все, да? Я уже еду 40 километров в час. Все. Ну, я же тебе говорю, какое тут качество HD еще, скажи, качество. Но не передает интернет такого качества. Он не успевает. Тут нет такого интернета, чтобы передавать картинку такого качества. Как вы не можете понять? Вы все время говорите, что купи себе камеру другую. И не понимаете, что это не камера виновата. Это виноват интернет. Он не может передать картинку другого качества. Он не успевает. Спасибо, Саша Сейчас пока хоть медленно еду Могу почитать, что вы там пишете Да, ВК лучше картинка Нифига себе Я говорю, Ютуб очень капризный Очень, очень, очень Прямо ему там Надо, я не знаю, постоянно 4G, чтобы был, чтобы он Нормальную картинку хотя бы там 360 выдавал Да? Да? Да-эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует... Продолжение следует... Пока! Продолжение следует...